Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о применении нандролон-деканата. Ну, можно рассматривать и другие нандролоны, но все-таки для более точности, как более такие, так скажем, чтобы делать, если возникнут опять вопросы, кто-то решит со мной поспорить, да, ссылки, которые я буду искать и скидывать на ПАП-нет в дальнейшем по данной тематике, они будут касаться нандролон-деканата. Опять же, повторюсь, все, что я проговорю, на это есть исследование, это не для кого не секрет, поэтому... Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгала почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Пожалуйста, конечно, если у вас есть какие-то спорные моменты, скидывайте, оспаривайте, но скидывайте сразу на источники, на ваши предоставляйте, потому что, к сожалению, никто не предоставляет источники, когда спорят. Я вам предоставляю источники, а вы мне, к сожалению, источники не предоставляете. Значит, для всех, кто решил посмотреть, получить полезную информацию, вам добро пожаловать, давайте приступим. Значит, что хотелось бы обговорить, нандролон-деканат для многих качков это уже не секрет, что он снимает боли, снимает воспалительные процессы, помогает регенерировать ткани, и вроде бы звучит это вот так вот очень фантастически хорошо, а если еще и посмотреть, некий процент людей, некий процент качков, спортсменов, занимающихся, использующих анаболические стероиды, может сложить впечатление, что это вообще чудо-препарат. И показан он каждому, да, и можно лить рекой, назначать его при различных состояниях, воспалительных процессах, не только грыжи образования, да, там артритах, артрозах, в принципе, это указано в инструкциях, но на самом деле вспомним о том, что препарат имеет свои побочные эффекты. Вот гиперэстрогенамия, у некоторых даже есть гиперприлактинамия, особенно у кого одномы гипофизы возможны, может быть, эти моменты надо учитывать. Вот, также, соответственно, напомню, что отечки, да, отеки, задержки натрия и изменения коагуляции, но здесь даже в лучшую сторону, да, но в плане того, что он не вызывает гиперкоагуляцию, все-таки написано, что он усиливает действия кроворожижающих. Тем не менее, тем не менее, полный список анализов, которые, где мы обсуждали показания, противопоказания, какие анализы сдавать на курсе Нандролонда Каната, полностью я повторяться не буду. Все это дело вы можете посмотреть в моем отдельном видео, ссылочка будет в конце этого видео, на видео про Нандролонда Канат, и там мы это обсудим. А здесь мы обсудим, какой момент, как применять Нандролонда Канат, если вы все-таки решили его включить в вашу систему, так скажем, да, лечения грыжообразования. Скорее всего, конечно, захочет это сделать спортсмен, по какой причине, что, естественно, помимо того, что Нандролонда Канат снимает воспаление, он, соответственно, с одной стороны увеличивает ваши спортивные какие-то возможности, потом стадии ремиссии наступают быстрее, и с этим связана, на мой взгляд, основная опасность такого применения Нандролонда Каната. Опасность в каком плане? Что это расслабляет, это расхолаживает большинство спортсменов, он думает, что теперь ему можно снова приседать 200-300 килограммов, он думает, что Нандролонда Канат как-то его защищает от повреждения костей, и на самом деле это профанация абсолютная. В каком плане? Дело в том, что, допустим, вот у вас уже есть любое сформированное грыжообразование. Ваш позвоночный стол уже потерял свою первоначальную, так скажем, задуманную природой целостность. И да, вы можете ходить, вы можете заниматься, делать огромное количество движений и упражнений. Нандролонда Канат, может быть, позволит вам вернуть, соответственно, устранить болевой синдром, вернуть даже какие-то более сложные движения, устранить боли при тех же ротациях, допустим, по вздошному отделу, которые нередко возникают при грыжообразованиях, еще какие-то там полностью, допустим, вы чувствуете себя здоровым. Но внутри это не так. Грыжа у вас не реабсорбируется, никуда не пропадет. Она останется, по крайней мере, после применения нандролонда Каната. Он непосредственно с грыжей ничего не делает. И я имею в виду, что она как была, была, есть и будет у вас. И ее рост может продолжиться в том плане, что если вы продолжите ваши пауэрлифтерские увлечения. Поэтому это надо иметь в виду. И совершенно неоправданно при грыжообразованиях заниматься с большими весами. С большими весами для профессиональных атлетов это где-то не выше, соответственно, если мы 1% максимум считаем за 100%, но не выше 75%. Я бы сказал, уже опасненько выходить даже на 85%. Когда вы выходите 90-95%, ну, это уже прям светофор, красный свет. Я уже молчу о 100%, 1% максимум. Итак, дорогие друзья, это вот по поводу тренировок зафиксировали, что, чтобы вы себе не кололи, какое бы чудо лечения вы не делали, что бы вам не обещали, скорее всего, если вы будете стремиться к гипервесам, они вас сломают. То есть не сломает вас вес 300 килограмм, сломает вес 400 килограмм. Не сломает 400 килограмм, ну, 500 точно, соответственно, вашу грыжку выдавит. Здесь вопрос индивидуальной генетики, да, вот, но опять же вес, разговор о весах именно вот таких огромных, максимальных, которые, в принципе, человек с точки зрения эволюции слабо приспособлен. Когда разговор о весах, даже там 150 килограмм, вот у меня был знакомый, он 150 килограмм приседал на 25 повторений, ну, это вполне возможно. Был другой знакомый, который с грыжи приседал 15 повторений, но для него это очень легкий вес был, в принципе, он там, наверное, тоже мог раз 20 присесть. Поэтому, соответственно, здесь даже 200-200 с лишним, вот по моему личному опыту, можно работать, если это для вас 70% от вашего максимума. Когда 300, я, честно скажу, на своем опыте, я не знал людей, которые, для которых 300 килограмм, это где-то 70% максимум. Поэтому, врать не буду, но, может быть, если для вас 300 килограмм будет 75% максимум, можно будет такой приседать. Вот. Но для нас главное зафиксировать, что надролунда кнат для нас не является каким-то абсолютом, который нас от чего-то страхует, от каких-то дополнительных повреждений. Далее, что у нас по списку, давайте посмотрим. Значит, надролунда кнат задерживает натрий. И в большинстве случаев совершенно оправданно применение диуретиков с целью вывести натрий, вообще снизить количество жидкости. Потому что, чем выше у вас, соответственно, при грыжеобразовании будет локальный отек, тем сильнее обострит состояние этого отека надролунда кнат. И многие получают из ожидания ремиссии от применения надролунда кната результат рецидива. Именно на фоне того, что они в рецидив поставили надролунда кната, ожидая, что он снимет, соответственно, это состояние рецидива. А он, соответственно, обострил. Почему обострил? Потому что жидкость он задержал, натрий задержал, может, вы еще солененького что-то бахнули дополнительно. Соответственно, вы отекли, есть состояние общего отека и есть состояние отека воспалительного, корешка, соответственно. И получается, что у вас такой вот двойной эффект отека и двойная боль. Вот. Так что за натрием следим, как в крови сдаем следим, так и просто. Диуретики здесь не будут лишними. Можно калийсберегающие диуретики использовать. Там тот же вершперон. Это вот ради бога. Давайте, что у нас дальше по пунктам. Значит, смотреть каллограмму все равно нужно. Особенно, если у вас не нандролонда-канаат идет перифицированно, соло. Если у вас идет нандролонда-канаат с чем-то там уже намешанное состояние реологии крови. И за этим нужно следить. С одной стороны, нандролонда-канаат, как я уже говорил по инструкции, должен снижать коагуляцию. Но, с другой стороны, у нас другие препараты, если вы намешиваете тестостерон, они, наоборот, могут повышать коагуляцию. Поэтому непредсказуемые разряды, кто кого переборет. Поэтому мы просто сдаем каллограмму и следим за этим. Опять же, повышение коагуляции, оно с чем связано? С тем, что то же самое это может немного обострять при отеках вот эти вот состояния болевого синдрома. Потому что все, опять же, влияет на сосудики, да, и вообще на микроциркуляцию. И, короче говоря, вам будет хуже, если кровь ваша в этот момент будет густая. Вспомните, при грыжах очень часто также назначают кроворазжижающие, и также при грыжах очень часто назначают там тоже токсифилин. То есть, все для того, чтобы улучшить вашу микроциркуляцию. Гиперкоагуляция будет ухудшать состояние микроциркуляции. Дорогие друзья, соответственно, что еще нужно понимать? Недролунда-Канаат это то, что увеличивает транспорт веществ. Эти вещества должны откуда-то поступать и взаимодействовать. Соответственно, нужно, чтобы у вас был нормальный D3 кальционизированный в крови. Если кальционизированный высокий, а D3 низкий, или даже кальционизированный в норме, а D3 низкий, надо в первую очередь повышать D3. На моей практике оправданно использовать дозировки от 40 тысяч международных единиц в сутки при лечении именно дефицитов D3. Хондролитиноглюкозамин обязательно должен быть. Обязательно, желательно, чтобы там были ЕМСМ наши пресловутые, обязательно какое-то хотя бы присутствие коллагена в вашем распорядке БАДов. Очень желательно, чтобы у вас была гиалуроновая кислота, тоже где-то там с тем же коллагеном, например, или хондролитином вы ее употребляли. Значит, чтобы это все присутствовало. Если даже говорить о том, что говорят, а вот не доказано, соответственно, что именно вот этот же, там, допустим, этот же коллаген, он же распадется на аминокислоты и бла-бла-бла. Ну, во-первых, эти аминокислоты будут непосредственно те, которые нужны для сустава, да. А во-вторых, мы говорим о том, что коллаген нужен для воссоздания эпитальной ткани в кишечнике. И когда мы подлечиваем состояние кишечника, анандролон, он у нас, соответственно, подлечивает наш кишечник. Соответственно, у нас эпитальная ткань начинает там расти. И в том числе, коллаген нужен и для эпитальной ткани, чтобы наш кишечник был суперздоровый, чтобы он хорошо все эти микроэлементы, даже которые вы с пищей получаете, всасывал. И чтобы вы лучше восстанавливались против даже воспалительного вот этого процесса. Дорогие друзья, также, к слову, о воспалительных процессах. Такая добавка, как бромелайн, на мой взгляд, обязательно должна идти. Вот вы, допустим, взяли курс, допустим, на дролонда каната, решили его проделать 2-3 месяца. При условии, что анализы позволяют, а нам нас позволяют проделать. Опять же, повторюсь, видео о показаниях, противопоказаниях, как по ссылочке в конце в описании про дролонда каната. Что для нас важно? Добавочку бромелайн пить на протяжении всего курса, чтобы дополнительно помогать снижать воспалительный процесс. Даже если у вас все нормализовалось, и вы чувствуете, что вы тренируетесь как прежде, лучше провести профилактику и снять эти воспалительные процессы, снять общие воспалительные процессы. Поэтому бромелайн наше все. Бромелайн очень нужен при... Вообще, я бы его вставлял в любое лечение, в любой комплекс, когда мы говорим о том, что у вас были воспалительные процессы. Неважно, может быть, это артриты, артрозы какие-то, может быть, это протрузии, может быть, это грыжи. Все равно, значит, идут где-то периодически скрытые воспалительные процессы, мы бромелайн вставляем. Потом, если у вас жесткое такое воспаление, рецидив, ущемлен корешок, это уже грыжа, я думаю, что имеет смысл перед тем, как даже заходить на курс надролона, опять же, чтобы снять этот отек, снять этот воспалительный процесс, в большинстве случаев, я не думаю, что даже какой-то особый вред будет, если вы лишним это проделаете, в большинстве случаев имеет делать внутривенно, капельно, вводить и уфини. Номером 10, то есть 10 дней, покапаться и уфилином, ну хотя бы 5, снять воспалительные процессы. Это очень важно. Это классика еще с советских времен, советский ГОСТ, при всех этих соответственно воспалительных процессах, соответственно, вот прям и уфилин наш все здесь. И это позволяет уменьшить дозировки и в некоторых случаях вообще не использовать нестероидные противовоспалительные, я уж молчу про стероидные противовоспалительные, кортикостероиды, вот, то есть, чтобы вот этим делом не заниматься, соответственно, уфилин позволяет это заменить. неудобно, я согласен, я согласен, неудобно капать и уфилин, но опять же, чтобы вот этой ситуации не было, что вы на отек, прям на жесткий отек вы сжахнули еще нандролон, он еще жидкости вам задержал, у вас получился рецидив, я бы все-таки и уфилин прокапал, а лучше и вторично потом чуть-чуть капнул уже на нандролоне, вот, дабы, соответственно, вот вместе с нандролоном еще потом повторить вот этот противовоспалительный эффект и бромелая, конечно же. Так, в общем-то, снижение веса у нас по пунктам тут осталось, массаж и ЛФК. Ну, ЛФК, там на канале я когда-то снимал примеры ЛФК, соответственно, ЛФК, если вы хотите делать грамотно, то, конечно же, конечно же, безусловно, лучше обращаться к реабилитологу или там посмотреть какие-нибудь специализированные каналы реабилитологов. Вот, это важно. Значит, потом, потом, что для нас важно? Массаж. Массаж, я не фанат того, чтобы как-то особенно мяли усиленно людей, особенно, если это делают не там врач-остеопат, да, вот просто там массажист говорит, а сейчас я вам какую-то там проведу там суперсложную пост-изометрическую релаксацию с применением каких-то мануальных приемов, иногда это заводит не очень хорошие результаты, тут сложно оценивать качество того или иного специалиста, поэтому, если у вас такого проверенного специалиста под рукой нет, лучше сходить на щадящий, наоборот, массаж, даже сделать его сеансов 5, а все остальное все равно вам поможет сделать вышеуказанная терапия, плюс еще вот этот эффект от массажа, когда вы идете на массаж, усиливают миорелаксанты, и миорелаксанты нужно опять же начинать прием до нандролона, то есть обязательно до нандролона, потому что опять же, повторюсь, какие-никакие отеки будут, отеки будут приводить к дополнительной спастике, или там раньше гипертензии называли, не гипертензии, да, в плане давления, а гипертонус мышц имелся в виду, да, вот, и соответственно все это будет вызывать дополнительный гипертонус, миорелаксанты будут это снимать, и нужно, чтобы вот этот эффект миорелаксанты начался до введения нандролона, а не когда вы там перед массажем его уже начинаете закидывать, чтобы миорелаксант начал работать, и массаж и ЛФК мы, конечно, вводим период полной ремиссии уже, когда наступает, да, это, то есть, вот сначала у вас были эуфилины, противовоспалительные, потом пошел мандролон, и потом уже пошел массаж, вот, далее, что я там забыл, давайте посмотрим, аккуратно с растяжкой, такой вот пункт у меня есть, ну, многие перебарщивают с растяжкой, дорогие друзья, поэтому с этим аккуратненько, и снижение лишнего веса, для того, чтобы снижать лишний вес, есть огромное количество видео, это основная тема моего канала сейчас фактически, но я напомню, что инсулин, глюкозу, это первое, что вы должны контролировать, если у вас есть лишний вес, лишняя подкожно-живая клетчатка, тотально от нее избавляться, если у вас есть соответственно именно грыжи, протрузии, вообще изменения позвоночного столба, но заметьте, от лишней подкожно-живая клетчатка, никак не от мышечной массы, мышечная масса, это хорошо, значит, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, кому было интересно, кто хочет там поучиться, получить дополнительную информацию, всех жду на платных онлайн-консультациях, ну вот, опять же, опять же, дорогие друзья, дополнительные видео есть по препарату, препарат не безвредный, повторяю, пишите ваши вопросы в комментариях, будем и дальше продолжать изучать фармакологию, и да пребудет с вами, конечно же, здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok